Всем привет! Меня зовут Александр Варламов. Я персональный экскурсовод во Владимире и в Суздале. Пообщался тут недавно с местным огородником. Он выращивает и продает огурцы. И вот в этом видео диалог с суздальским огородником. Смотрите. Вращает. И помидоры, и перец, и что только нет. Капусту ранние, поздние, цветы. Все. Огурцы? Огурцы в пол, целый город. А солите огурцы? Огурцы солите в банках? Конечно. Тебе надо продать. А есть? Есть. По чем? Похуй жаль. По чем дальше? Свои. Вот. Две баночки лишние. Могу одну продать. Литровые или трехлитровые? Трехлитровые. Ну, давайте возьму. А по чем? А сколько дальше? Ну, я покупаю, вот, например, я не знаю фамилию, как ее. Тетя Фая. Ага. Она продает по 350. Сколько? 350. Ну, 400, я тебе. По 400. Я по 350 в Владимире могу взять. По 300 я в Владимире брал. Ну, хуй. Ну, конечно. Так же люди делают. Понимаешь, что огурцы нет самой рождения. Я же выращиваю сам огурцы. Чистые, экологические. Туральные. Они могут хуй купить любое. Не каждый огурцы выращиваю, согласен? А делать-то делаю. За 350 возьму баночку. А у меня, вот, маленько пройдите. Чуть-чуть вот сюда. Так. И поградить. Вот таких гряд один существует. Уже накрыто. Ага. Уже растут? Да нет, еще рано греется. Не саживали? Все рано. А то в Луховицах говорят в марте сажают. Я помню. Чтоб марте посадить, нужно теплее отапливать. Так они навоз туда закидывают, солому. Вот здесь навоз. Чистый навоз. Целая машина навозит. Понятно. Ну и что тут вырастешь? Ну вырастешь здесь. А потом куда? Они здесь вымахают махом у тебя. А туда-то как сажают? Угу. Там-то, блядь, земля-то. Морозная. Огурцы 1 мая мы высаживаем. 1 мая 5 листов уже. Листы. Угу. 5 листочков большие уже. 1 мая туда. Угу. А начинают здесь. Так еще не сажали сюда огурцы-то? Семечки накидали? Все рано. Рано? Конечно. Так опять листов у них за сколько вылезает? Ну, неделю-две. Ааа. Вот где-то в 20-х числах апреля можно посадить. А может пораньше. Если... Я сажаю пораньше даже. Я у меня берут... Я езжу в Орехово-Зуево. Торгую всем этим продукциям. Уже лет 20, блядь, у меня. А вот только не помирай, приезжай, блядь. Как мы без тебя? А здесь что не продаете ли вы, Владимире? Без поля. Блядь, тут же. Без поля. Их весь поля туда-то. Что же поля. Там один я. С такой продукцией. Слушайте, а правда говорят, что в 70-е годы Суздаль был рекордсмен по количеству автомобилей «Волга» на душе населения? Блядь, чистой воды. Чистейший пей. Я в 61-м году здесь живу. Поэтому дурдом. Ну а куда огурцы продавали? Почему же говорят, о, суздальские огуречники, тра-та-та? Ну и все, блядь, что-то нет. Ты хочешь сказать, что ты же живешь на этом товаре? Я не знаю, поэтому я спрашиваю. Это глупость. Ну, раньше, может быть, в советское время за сезон можно было, например, машина с «Жигули» стоила 5500, допустим, копейки. Ну, полмашинами торгуешь. За сезон? За лет. Бывало. У кого плантации большие. Большая – это сколько соток? Ну вот в два раза больше, чем у меня. У меня 600. Соток – 12. Ну, это ишачество всей семьей надо. Ну, это глупости. Это хуйня, только дурак может заниматься, ебаный. А почему? У нас все равно с высшим образованием. Родители занимались. Я у них маленько помогал им. Они мне, когда студентам было, давали там, деньжонок, все. А оно так и перешло, нахуй. Они умерли, а я опять влез сюда. И уже все, и так и помряжу, говоря, да. Все, уже не бросил. Но дом-то у вас знатный. Это обычный, вот такой же хуйня. Это я выложил деньги с огорода, каждый год вкладывал. И его маленько подною. Вот и весь. Да, там вот уже мои туристы пришли, поэтому пойду. Давай. А ты откуда их туристы? На чем ты привезешь? На машине. На какой? На своей. А у тебя какая? Купил я все-таки у Владимира Николаевича баночку суздальских огурцов. Кстати, за 350 рублей. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео из Суздаля. Пока!